Здравствуйте, меня зовут Андрей Широков, клуб Эфлер, природный целитель. Мы говорим о здоровье. Я с большим удовольствием пересматриваю лекции, скажу все-таки, коллег, моих коллег. Это дело не в том, что они врачи, я провизор, я очень люблю слушать врачей, особенно врачей, которые не стесняются сказать, что вообще-то все то, что практически так и говорят, не верьте медицине, что-то не так, даже иногда говорят, вам врут. Я так не говорю, я думаю, что просто заблуждаются. И определенная череда лекций доктора Божьева, мне как бы нашла отклик во мне, и как ни странно, это по метафизике. Это очень интересно, когда врачи начинают заниматься метафизикой, то есть они уходят от физического плана, точнее остаются в нем, но начинают расширять сознание уже на тонкие планы, и по сути смотрят, что же на физике проявляется. На самом деле физический план – это проекция, это просто уже грубая, материальная, плотная проекция происходящего сути на тонких планах. Мы с вами делили эти планы тонкие на 7 пока, потом на 12 поделим, а может быть и больше. Это просто мы так будем разделять, как бы, скажем так, устраивая такие полочки, чтобы посмотреть иерархию, кто кого формирует, как эта матрешка друг в друге существует. Скажем так, погружаемся внутрь, в наш внутренний мир, но при этом расширяемся, да, расширяем сознание. И здесь вот такой момент мы уже, в принципе, обсудили коротко пока, как бы наш завод, что от директора принимает. Главное, скажем так, следить за целостностью системы, более низлежащие отделы, от, скажем, программного, директорского, божественного до эфирного вниз, да, они, как бы, вложены друг в друга. И уже физический план – это вот конечный продукт. И вот этот физический план сам, вот детали завода не изменить, просто вообще работу завода не изменить, просто взяв деталь и ее там, не знаю, попытаться исправить. Ну, а следующая деталь будет тоже неправильной. То есть, естественно, конечно, мы по физическому плану, вот мы считываем и мы применяем какие-то… Наша задача принять меры к внутреннему миру, к заводу, да, как бы мы говорили, чтобы выпуск деталей наладился правильно. И чтобы из входящей информации, опять же, в виде материи, да, которая идет на изготовление, мы выбирали нужное. Иначе мы начинаем транслировать вообще не то. То есть, нам надо делать кирпичи, а мы закупаем ткань, например, да, и выдаем вот такие кирпичи. И Вселенная нам показывает, что что-то ты как бы не в тему, у тебя предназначение кирпичи. Мы сопротивляемся, нет, нет, вот, все, кирпичи, вот такие. Но у Вселенной все строго, все строго, как в аптеке, да, все четко. Может быть, поэтому вот я провизор аптекой по образованию очень заинтересовался законами Вселенной. И здесь есть вот такой момент, немножко уводящий нас в сторону. Почему я вот упомянул доктора Божьего, да, потому что очень, это уже очень революционно, когда врачи вот рассказывают о том, что причины болезни, конечно же, они, ну, не на физическом плане. Это, по сути, уже проекция все, да. И что вообще-то уже намекают даже вот такие врачи-целители, что, ну, лучше работать там на более тонком уровне, на уровне энергетики. А кто, то есть там на эфирном плане, например, да, гонять энергию там по каналам, это вот китайская медицина. Ну, вообще-то там же тоже глубже, там и работают и с эмоциями, мыслями, то есть это уже вот еще глубже, то есть программы. И вообще-то через творчество, да, еще выше, через яснознание, понимание плана, вот Бога. И через программное, как бы, да, то есть божественное, чтобы человек подключился к своему истоку. Ну, правда, иногда, конечно, его переподключают к какому-то другому. Ну, это отдельный будет разговор, на который, скажем так, будет приглашены не все ученики разных направлений космоэнергетики, там, рейки, потому что там все очень тоже непросто. А вот как бы очень хорошо, что вот врачи, да, и тоже вот уже говорят, им люди все-таки доверяют, но, то есть признают тонкий план, да. Ну, вот все вот мои, кого я знаю, такие врачи, они все обязательно уходят от темы питания. Опять мы вернемся к теме питания, даже через метафизику. И пациенты мне задают вопросы провокационные. Ну, раз все тонкий план, тонкий план, раз все эмоции, да, мысли. Ты при чем здесь питание? Оставь питание в покое, отдай. Я хочу питаться, как всегда, все. Да, я уже все привыкла, все, не надо ничего менять. Как бы, да, в принципе, силой ничего менять не надо. Это, и, конечно, если есть сопротивление, то тут как бы это будет война с самим собой. Ну, вот я хочу показать просто доктора, как вот он сейчас уже выглядит, да. Доктор Божьев, все замечательно. Ну, раньше я просто, я уже замечал, что он немножечко вот как бы раздается. Ну, вот прошу прощения, сейчас вот я посмотрел, как бы вот в рубашечке, видно, что, ну, видно, что идет накопление, да. Это накопление шлаков, это не жир, это мы с вами разбирали. То есть человек продолжает все равно питаться вот так, как привык, да, в принципе. Там, ну, может быть, что-то поменял. И не вычищает то, что было. То есть говорить можно сколько угодно, рассказывать о том, что погоняйте там энергию, и болезни не будет. Это цитата примерно, да. И как бы, как он говорит, что, ну, вот на физическом плане тоже можно работать, значит, вот поддавить там что-то. И, значит, ну, и мануальчики тоже самое говорят. Все, сейчас вот будем с вами как бы... А, дать приток. Все болезни от того, что нет притока крови, да, и вот вы даете приток, и болезни не будет. Ну, вообще-то, как бы вы через физику, по сути, начинаете вытряхивать, да, из тела вот программы. Ну, если уж так мы признаем тонкий план, да, что у нас в теле сидят вот, по сути, спрятанные внутрь ошибки. Их можно рассматривать как от программного уровня, да, то есть они пошли от того, что допустил директор программы. Искажение идет по всем уровням, по сути, да. А уже на физике это выглядит как метаболиты, шлаки, токсины, соли. То есть, вот, как бы, то есть, будет, это уже как бы физически проявленные вот эти ошибки, которые застряли в нашей внутренней среде. И мы все равно, по сути, мы просто вытряхиваем их из внутренней среды, даем выход, вот, как бы, этим нарушением, по сути, наружу. Поэтому многим, ну, после хорошей мануалки, есть настоящей, будет плохо. И еще и к тому же будет зеркалить окружение. Тоже будем потом это разбирать. На самом деле, вот, когда я тоже усиленно стал заниматься спортом в свое время, я помню, как мне, да, все замечательно. Какое-то время вот все начало выходить. Я помню, как, ну, и потом я стал такой более, может быть, активен, да, говорят, спорт, он делает таким, я очень много занимался железом именно. И я помню, как мне нужно было съесть потом кусочек рыбки, то есть, вот, хотя я не вегетарианцем был, но вот уже вот это все выходило. Ну, а потом меня замкнуло, все мышцы просто замкнуло. То есть, я переборщил, все как пошло наружу в мышцы, кровь, да, и мышцы-то и спазмировали. И потом были жуткие грыжи, и вообще очень долго восстанавливаться пришлось. Это путь не только мой. Поэтому я всегда предупреждаю, что на грязи особо усердствовать с физическими нагрузками-то опасно. И предупреждают некоторые, вот, и что, то, что Шаталов говорила, бегать там в возрасте тоже, потом как бы люди быстро умирают. Но бег – это вообще неестественный для нас как бы вид. Мы и сиденья тоже, мы все время должны двигаться. Вот в природе вот все время плоды рвать и просто ходить. Все время двигаться, двигаться. Все мышцы должны двигаться. И я вернусь вот к доктору Божьему, да, очень положительный, замечательный человек, и он несет очень важную информацию. Но вот здесь опять есть такая ловушка. Это не первый доктор, который занимается тонкими планами, но кушает все подряд, в принципе, так примерно видно это, да. И потому что то, что вот это вот он раздался, это все убирается за там несколько месяцев, даже быстрее. Чиститься просто нужно. Ну, если ты вместо того, чтобы очищаться просто там, ну, играешь с праной, то есть с энергией ци гонишь. У меня тоже есть такие знакомые, мастера цигун, там вот, ну, занимаешься. Вот они гонят энергии, набирают, гонят. А токсическое состояние все равно накапливается. То есть вот, ну, все тяжелее все равно. Вот все равно подступаю. Но, конечно, набирая больше энергетики, человек оттягивает, оттягивает, и качество улучшается жизни. Но программы-то особо-то не выходят, если ты продолжаешь их блокировать. То есть, по сути, ну, что такое питание? Опять, питанием человек занижает свои вибрации. Вы скажете, ну, а как же там вот фрукты? Ну, на самом деле, с помощью тех же плотов он пытается как-то компенсировать недостаток какого-то блаженства. То есть, это все равно наркотик. Любое питание, даже самое рядовое, самое чистое, это показатель того, что есть нехватки. Просто я это к чему призываю? К тому, чтобы это не вредило и не плодило новые отложения, как бы, и не блокировало очистку, и не, как бы, складывало дополнительные. Ну, тут, конечно, как бы на это среагировали собаки, потому что все-таки хотят складывать и блокировать явно, да? И вот здесь можно заниматься. Я смотрю на людей, как только кто чем сейчас не занимается. Все хотят активного долголетия, в принципе, многие. Но вот качественно оно вообще не всегда попадает вот и в цель. И потому что есть вот здесь элементы самообмана, что и меня вот спрашивают у пациента, ну, что вы прицепились так к этому питанию? Да потому что это проекция. Проекция замыкания именно на физическом плане внешнего, как бы, и внутреннего. То есть то, что обмен внешнего и внутреннего. То есть это обмен веществ. То есть есть внутренний, как бы, обмен веществ. А вот на физике мы видим вот это замыкание. Да, само оно вообще, как бы, это что? Это просто уже розыгрыш. То есть это вот уже все, сценарий есть, уже все. Только на физике нужно, чтобы замкнулось. То есть если человек блокирует очищение внутренней среды, то на физике это выглядит через внесение во внутреннюю среду того, что понижает вибрации тела и блокирует выход наружу вот этих программно-информационных, как бы, блоков, нечистот внутренних. Конечно, заниматься замечательно этими внутренними блоками, нечистотами, но на физике это тоже должно проецироваться. То есть человек меняет свое пищевое взаимодействие с внешней средой. По сути, он вносит, когда мне говорят, нарушен обмен веществ. А он что, извините, вещества сами обменивались друг другом, что ли? Это такие нехорошие вещества. Что-то не то залетело, хорошее уходит. И человек тут вообще сам ни при чем. Питание само по себе вообще. То есть, ну хорошо, мы признаем, что единство мира, единство вселенной, мы все одно целое, все чудесно. Но вот питание, оно само по себе вообще. Ни на что не влияет. Все делается, как прописали люди, которые вот так же раздаются, как доктор Божья. Да, пока сейчас это так. Может быть, он что-то изменит. И это, еще раз повторю, что каждый из нас вот дает определенные зерна истины своей, как бы, правды, да. И каждый из вас уже строит свою картину мира и планы на изменения. Ну вот я просто делюсь своими, как бы, вот впечатлениями и заключениями, что я тоже ничего не менял себе, вот против, как бы, силы, да. И, как бы, и меняюсь дальше, и, как бы, и сказать, я работаю над собой. Ну, просто присматриваю, просто играю. Это такой опыт. И, ну, ну, я не стыжусь того, что есть куда очищаться и что было, что натворил. И прятаться просто за то, что все просто, ребята, давайте просто погоняем энергии по грязному телу, да. И что будет? Ну, будет Бобо. У нас уже много таких учеников духовных школ, которые уй-ой-ой, сейчас все здорово, все здорово. А потом начинается зеркала, начинают работать, дети болеют. И тело никакое, что-то такое, да. Ну, и учителя эти гуру успокаивают, не волнуйтесь, не волнуйтесь. Это вот вам, как бы, проецируется физика. Но, как бы, почему же она не проецирует изменения, вот, в том числе и в питании, и чтобы прививки прекратили делать. И что, скажем, то есть, вот такие уже, это грубый обмен. На физике оно показывает, вот уже, это не суть, это проекция. Я согласен, что можно питаться много и во благо, и это в очищении идет. Это одна программа. А можно много, и это увеличивает загрязнение, да. То есть, тут, и как бы, это неплохо, питание. Пусть оно будет, это как проекция взаимодействия. Но тело не обманывает. И как вот у Лис Бурбо есть книга, да, там «Пять травм», и твое тело говорит тебе, а еще есть книга «Твое тело говорит тебе, там, ну, полюби, да, себя». Ну, оно говорит через, вот, оно говорит с нами. И уже наружу это уже видно, когда, значит, это уже очень серьезный разговор. И как бы здесь, ну, я просто, может быть, кто-то услышит меня. Не попадайте в эту ловушку. Если вы не видите по человеку, что он, есть преобразование, а на очищение они, как правило, все-таки, ну, не идут в распухание. Ну, только если токсины выходят, да, и временно, и у человека идут изменения. Но если я вижу, что у доктора Божьего изменения идут вот-вот в накопление, ну, вообще-то это травма, это травма самоуничтяжения, да. То есть это человек, который накапливает информацию, которая не его, лишняя. И вот он делится информацией с вами о том, как быть здоровым. Ну, он набрал уже не то, то есть, ну, то со мной, как бы, наоборот, тоже не все правильно, потому что у меня, у меня мало, я там, скажем, в страхах каких-то, и я лишнюю информацию-то я не дам, конечно, это заметно. Но зато вот то, что я даю, оно такое немного, ну, может быть, напрягает, да, потому что я так вот, ну, я не могу вот так расслабиться, сказать, ребята, да вообще забейте, ешьте, все, все это не важно. Вот, ну, мы худосочные люди, немножко другие, мы вот осторожны с информацией, поэтому мы, ну, как-то так не сильно накапливаем много, но токсинчики-то они в нас, конечно, тоже остаются, раз мы такие в страхах, вот, тоже у нас своя психосоматика, это тоже замечательно. Поэтому, ну, вот, на самом деле и по вопросу пациентов, которые вот все, ну, может быть, все-таки, ну, питание ни при чем, нет, ни при чем. Это питание? Нет, это не питание. И своим коллегам я хочу передать, и всем, кто будет, как бы, работать со мной. Это отображение, питание – это отображение, вот, взаимодействие. А при чем здесь? Это наша целостность, да, наше вот единство в себе, единство с миром, это и со всеми людьми, с природой. То есть, насколько мы отошли от естества, настолько, как бы, условия нам, вот, показывают. Вот, в том числе через, вот, тело и через события. То есть, с нами природа, там, скажите, Бог, говорит языком жизненных обстоятельств. Состояние тела – это тоже обстоятельство. Это вот, это не наказание, это следствие. Но со следствием не поработать через следствие, да. Как бы, это просто надо принять сведения и считывать. То есть, экран, вот, физический план, он для считывания. Некоторые думают, что это для того, что, ну, там, как-то вот мы опять иначе понимаем, как кишечник, мы понимаем, как место для того, чтобы гадить, а не очищаться или просто наслаждаться. Так почему-то физический план, мы в метафизике, как-то отделяем, что это, ну, вот, само по себе отдельно. А это, вообще-то, как бы, вот, проекция всей сути. И будем с вами возвращаться и к этой проекции, как бы, даже в метафизике мы не будем уходить от физики. Не волнуйтесь, как бы, да. Мы будем крепко стоять и на земле, и у нас будет подключение и к земле, и к солнцу. И, как бы, мы, расширяя сознание, мы не будем с вами уходить куда-то в одну область. Только астральные путешествия, там, или только ментальные установки. Наша задача – в целостность приходить. И, значит, как бы, просто очищаться и восстанавливать границы своего сознания, расширять их, да. И таким образом, как бы, мы достигаем божественности. А там нет болезней. С чего я нам всем желаю. Меня зовут Андрей Широков, Клуб Эфлер, природоцелитель. www.effler.ru До скорых встреч и с большим уважением ко всем врачам, особенно, которые, ну, отходят от дома. И, в том числе, большое спасибо доктору Божьеву. И смотрите, там много интересного, важного. Делайте только свои выводы. Правильно именно для вас. Всего хорошего. Продолжение следует...